Обычный день в садике села Орлан без каких-либо фильтров. Впрочем, как и в любом другом детском саду. Шум и гам с самого утра. Каждый ребенок занят своим самым важным и самым интересным занятием. У любого взрослого человека уже через 10 минут, как говорится, закипит мозг. Но только не у воспитателей. Для них это привычная обстановка, а тишина скорее напугает. Ведь детство не может и не должно быть тихим. Мы пытались записать интервью в группе, но поняли, что даже наличие профессионального оборудования не спасает. И тогда передали детей под контроль нянечки и перешли в чуть более тихое место, где смогли немного пообщаться о том, как проходят будни воспитатели. В данном детском саду я работаю 4 года. 13 лет в школе, а потом уже здесь. И пришлось переквалифицироваться. Думаю, не зря, потому что проработав уже 4 года, я понимаю, что очень привыкла к детям. Самое главное, наверное, наша задача, чтобы уметь выполнять требования современного общества. Также, конечно же, необходимы такие качества, как доброта, терпение, любовь к детям, умение заботиться. У воспитателя совсем не скучная работа. Каждый день с детьми полон своих новых открытий, как для малышей, так и для самого дошкольного работника. Зарядка, игры, занятия, небольшая передышка, в сон час и опять шум, гам, веселье и новые достижения открытия. Внимание к каждому ребенку. Любая мама знает, как это сложно уследить и окутать заботой каждого малыша, поэтому труд дошкольного работника сложно переоценить. В этот садик ходила и я, и ходит теперь мой сын. Ему нравится очень. Проходят, положительные эмоции приносят только. Он и в субботу готов идти в садик. Я говорю, нет, завтра выходной. Два выходных, а потом пять дней. Он уже говорит, сколько дней осталось ему идти, считает. Коллектив садика очень сплоченный, трудолюбивый. Нам он нравится. Хотим, конечно, поздравить коллектив воспитателей и работников детского сада с праздником Днем дошкольного работника. Спасибо, хотим сказать, за то, что они дарят нам, нашим детям, увлекательные занятия, положительные эмоции, за их доброту, отзывчивость, то, что они хотят объять необъятные, создают атмосферу уютную в садике, стараются добра, мира, уважения и успехов. Детский сад – это своя отдельная планета и часть жизни. Здесь свои правила и ритм жизни. Каждый занят своим делом. Все направлено на то, чтобы детство, как и положено, было беззаботным и счастливым. Воспитатели и нянечки помогают деткам развиваться. Дворники следят за чистотой территории и создают своими руками уют и сказочную красоту для самых веселых и интересных прогулок. А тем временем на кухне повар не отходит от плиты, чтобы малыши в положенное время смогли подкрепиться той самой вкусной каше или супом, вкус которых будет помнить даже во взрослой жизни. С годами может меняться фасад, оснащение садика, но только не его главное предназначение – дарить любовь и заботу. Наш детский сад – это современное дошкольное образовательное учреждение с просторными группами, спальнями, прекрасным музыкальным залом, с благоустроенными игровыми площадками. В детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей. Детский сад посещает 43 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Изначально детский сад был построен в 1984 году. Это был детский сад для детей-колхозников. Время шло, детский сад был построен на 25 мест, время шло, количество детей увеличилось, детский сад не мог всех удовлетворить потребностями. И в 2017 году наш детский сад попал в программу «Устойчивое развитие сельских поселений до 2020 года». И по этой программе у нас детский сад расширили на 50 мест. И сейчас получилось такое прекрасное современное здание. От имени коллектива детского сада я всех работников дошкольного образования поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой. Счастливое детство самых маленьких жителей села Орлан в детском саду обеспечивают три воспитателя, два помощника, два сторожа, дворник и повар. И свою работу они делают на все 100%. Неоднократные победы в конкурсах среди дошкольных учреждений тому доказательство. А счастливые улыбки и признание малышей – это лучшая оценка их работы. «Воспитатели и няне, и, конечно, повара, понимаете, пославление, прямо с раннего утра. Вы заботитесь о нас каждый день и каждую часть, нам даять нам тихо, 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 радость и мечту. Всем огонькам, детсадам, мы спасибо говорим, за любовь и за внимание вас сейчас благодарим. Мы обещаем Касу, Кусу, тихий Кас, послушайте, спать. Любим вас, злаем, счастье, вода узнать, вода узнать». «А, два, два, три!»